Мужские и женские куртки, категория экстра, позиция называется скип, Голландия. 56 размер указан, воротник чистый, рукава тоже чистая, состояние хорошее, замок работает. Так, далее мужская куртка марки Tom Taylor, размер указан средний М. Судя по воротнику есть незначительный износ, капюшон на месте, состояние нормально в принципе. Тоже это экстра. Так, мужская куртка, еще одна, третья по-моему мужская куртка уже, размер XL. Так, рукава и локти чистые, состояние хорошее. Еще одна мужская куртка, размер здесь непонятно какой, 27, не знаю что за размер. Капюшон спрятан в воротнике, есть подклад, давайте сейчас покажу подклад, снимаем. Подклад можно будет убрать, но размер здесь большой, очень большой размер, 60, наверное. Женская куртка, первая женская куртка, точнее пуховик. Да, это пух. Женский пуховик марки Esprit, размер указан 38-40, то есть получается где-то 44-46. Российские размеры, катышков нет. Капюшон не предусмотрен, капюшон нет, вся хрунитура на месте, состояние очень хорошее. Тут тоже катышков нет, резинки эластичные. Так, еще одна мужская куртка, много мужских курток вот пока. Так, резинка эластичная. Замок работает, 176 см указан рост, получается подростковая скорее всего идет. Чуть-чуть катышки начали появляться, на воротнике капюшон съемный. Хорошая, яркая мужская куртка. Так, это женская куртка большого размера, много больших размеров пока вот. А, 3XL, воротник чистый, состояние хорошее. Капюшон здесь предусмотрен, но отсутствует, капюшона нет. В карманах и рукавах тоже нет. Так, рукава и локти чистые, состояние очень хорошее этой куртки. Так, еще одна мужская куртка, еще одна пока больше мужских, чем женских. Так, Том Томпсон, капюшон съемный, искусственный мех на капюшоне тоже можно будет убрать. Куртка большого размера, а рукава и локти чистые. Резинки чуть ослабли, на поясе тоже. Так, в целом состояние очень хорошее. Так, еще одна мужская куртка, классическая, да, капюшона нет, здесь капюшон не предусмотрен. Так, давайте посмотрим, что там внутри. Пуговицы все есть. Ага, там еще как раз и замок. Так, состояние хорошее. Рукава и локти чистые, размер большой. Мужское, я назовем это пальто. Хочу замок проверить, работает ли. Сейчас, секундочку. Замочек работает, куртки все на месте. Состояние хорошее, рукава и локти чистые. Размер большой. И, кстати, обратили внимание, да, мужских курток больше было, чем женских. Так, вес мешка 40 килограмм, поэтому курток будет много. Капюшон съемный, искусственный мех тоже можно снять. Все убирается. Состояние хорошее, рукава и локти чистые. Замок работает. Еще одна мужская куртка. Размер, правда, не указан. Вот этот воротник лучше, наверное, убрать. Все-таки вид будет совсем другой, гораздо лучше. Капюшона нет, капюшон здесь не предусмотрен. Замок работает. Рукава и локти чистые. В хорошем состоянии. Хорошая модель. Так, тут запасная публиция есть. По-моему, элька, если не ошибаюсь. Синтепон, это не пух. Давайте посмотрим воротник. Воротник чистый, марка Олсен. Женская куртка, большого размера. Рукава грязная все-таки. Рукава грязная и около карманов вот эта зона, она уже тоже серого цвета. Есть небольшой разнос. Так, эско. Размер маленький, капюшон отсутствует. Пятнышко тут есть. Рукава, конечно, желательно постирать эту куртку. Вроде модель хорошая, но лучше постирать. Замок работает. Женская куртка с капюшоном. Замок работает. Мех натуральный на воротнике. И, кстати, можно будет убрать. Мех съемный здесь. А, и на капюшоне, то есть, искал воротник, по-моему, да? А сам воротник грязный. Следы тоналки. Не знаю, видно вам, не видно, но... Сильный грязный воротник. Сама куртка в хорошем состоянии, но на воротнике следы тоналки. Девушки, не пользуйтесь тоналкой. Нам потом продавать эти куртки. Так, мужская куртка. Размер L. Женская куртка большого размера. 40-42, то есть 46-48 размер. Хотя, похоже на 54-й. Состояние хорошее. Еще одна мужская куртка, но это уже потоньше. Не зимняя куртка, это больше ветровка. Демисезонная. Замок работает. Размер M. Капюшон у нас спрятан в воротнике. Могу даже продемонстрировать. Вот он, капюшон. Состояние хорошее. Канопчики все на месте. Так, женская куртка. С теплым флисовым подкладом. Замок работает. Бирку, правда, срезали. Но L или XL. С теплым флисовым подкладом. 36-38. Размеры маленькие получаются. Так, вот такой штучки здесь не хватает. Здесь тоже не хватает. Фурнитуры частично отсутствуют. Так, мужская куртка большого размера. Очень много больших размеров. И очень много мужских курток здесь. Кстати, куртка двусторонняя. С другой стороны, получается флис. Давайте я покажу. Так, тут рукава, локти чистая. А, все посмотрим. Капюшон есть в воротнике. Спрятан. Вот здесь вниз капюшон. Да, вот такая куртка превращается в толстовку. Еще одна мужская куртка. Правда, тоже тонкая. Весну на осень. Марка Шамп. Размер указан средний. Капюшон на воротнике. Жилетка женская. Большого размера. Элька. Марка Фрейн. Состояние хорошее. Воротник чистый. Размер 2ХЛ. Тоже вот мужская куртка большого размера. Рукава, локти чистая. Состояние очень хорошее. Женская спортивная куртка. Размер указан 40-й европейский. Соответствует 46-му российскому размеру. Капюшон есть. Хороший стояние. Женская куртка большого размера. Без капюшона. Капюшон не предусмотрен. На воротнике, скорее всего, что-то было. Здесь пуговицы остались. Наверное, был искусственный мех. 42-й указанный европейский. Соответствует 48-му российскому размеру. Папюшон предусмотрен, но отсутствует. Вот тут есть брак. Маленький. Порез, видите, да? Не знаю, видно, не видно. Маленький порез. Где-то зацепил. Замок работает. Так, еще одна женская куртка. Большого размера. Мужское пальто. Большого размера марки Бугарти. Замок работает. Куговицы все на месте. Двойной даже замок. Так, вот эту часть можно будет убрать. Да, одну часть можно будет убрать. Застегивается только на один замок. Состояние хорошее, катышков нет. Женская куртка большого размера. 48-й указанный европейский. Соответствует 54-му российскому размеру. Это ветровка. Размер XL. По-моему, мужская ветровка. Папюшона отсутствует. Хотя и предусмотрен. Еще одна ветровка. То есть, тут куртки теплые, ветровки. Пара жилетов, по-моему, была. 2XL. Так, эта куртка потеплее. Размер, правда, маленький. Марка Бонита. Нет, написано L. Хотя, кажется, что S. Или в сравнении с той курткой, кажется, маленькая эта куртка. Не знаю, Бонита L была. Так, следующая куртка тоже женская. Воротник чуть-чуть засален, грязный немножко. Капюшон можно будет снять. Рукава тоже грязные. Лучше постирать. Так, теплая куртка на синтепоне. Яркая. Замочек работает. Размер, по-моему, средний, M. Спасибо. Так, женская куртка небольшого размера. Марки Канда. Это немецкий у нас бренд. Замочек работает. Руковые локти чистые. А это пуховик. Женский пуховик. Так, еще одна жилетка. Двусторонняя. Замок работает. И с другой стороны флисовая такая получается жилетка. Вообще... А, вот здесь оказывается. Потерял собачку. А, не держит. Ну, надо будет, наверное, затянуть все-таки. Небольшая проблема с замком. Синтепон, по-моему. Просто пушинку увидел. Так, женская куртка большого размера. Капюшон отсутствует. Воротник грязный. Убивай. Так, далее. Мужская куртка. Некоторые куртки, я видел, надо грязные. Вот таких немного. Много было мужских курток. Очень много больших размеров. Маленьких курток практически нет. Вот это марка Крейн, размер L. Есть теплые куртки, есть полегче ветровки, я имею в виду. Марка Оливер. Так, воротник чистый, капюшон съемный, искусственная мягкость уже отстегивается. Так, рукава грязная, лучше прочистить. В целом состояние куртки хорошее, единственный момент у нас грязная рукава здесь. А, и проблема с замком оказывается. Замочек нужно будет сделать. Так, мужская ветровка большого размера. Это XL. А, вот рукава потерял. Так, и последняя куртка из этого мешка. Пуховик. Напоминаю, что это скип. Голландия, мужские и женские куртки категория Extra. Размер здесь указан большой XL. Воротник чистый, капюшон не предусмотрен. Женский пуховик. Так, собачку надо будет поменять. И на этом все. Всем пока. Пока.